друзья приветствую вторая часть посылки от юрий из москвы в данном видео рассмотрим масло candle gt1 макс 520 так вот распаковка этой посылки кто не видел первую часть сравнения mobile 1 esp и g energy супер старт так отработки свежие сейчас покажу вам описание вот описание средняя часть это kia soul 19 года с двухлитровым бензиновым мотором 150 сил вот значит можете ознакомиться ну в дальнейшем конечно я приведу так распакую сейчас подпишу и можно будет приступать к созданию эталона все значит распаковал первым делом обновлю спектр на ранее созданные болванки и посмотрим что намерит прибор подкорректирую и далее можно будет уже приступать проверки отработки вот такая спектрограмма стеров тут практически не видно есть небольшой такой горбик какой-то я не знаю там семь сотых ничего такого выдающегося скажем так так далее выбираю это масло пункты по которым анализируется лимиты и посмотрите что намерил прибор интересно значит противоизносных присадок 96 процентов очень похоже на вот control 30 принципе уровень такой немаленькие видимо эстеров практически нет поэтому противоизноски на нормальном уровне так гликоль выставляю в нулевые значения как точку отсчета и посмотрите что прибор намерил кислотная 1 и 5 а щелочной 7 и 3 сам производитель указывает для этого масла 7 здесь прибор на намерил 7 и 3 очень правдоподобно поэтому я оставляю сохраняю и приступаем проверки отработки как я говорил уже киа соул объем масляной системы 4 литра пробег 22 тысячи 400 практически пробег на масле 4 925 ну и средний расход 9 литров на 100 километров так из того что предоставил юрий ну и посмотрите какие показатели значит 58 процентов противоизносных присадок одна десятая гликоля но здесь можно пренебречь это в принципе погрешность может быть один шаг значит кислотная 251 и щелочной 35 смотрите удивительно даже сажи нету отлично работает происходит процесс сгорания то есть смешанный режим написано воды нет отлично ну практически сработал с единицы осталось между кислотным и щелочным на единицу выросла кислотная ну примерно это я бы так оценил 200 моточасов наверно плюс минус вот эти пять тысяч это примерно 200 моточасов ну по кислотному если мотор свежий принципе к сожалению средней скорости нет моточасов нет поэтому отталкиваемся только от пробега так покажу сейчас сравнение вязкости да есть разжижение но это нормально в принципе я оценил его в 30 процентов от максимального нормально в принципе тут потому что минимум 50 процентов города причем неизвестно когда проба бралась сколько там города было да не забывайте отметить видео подписаться нажимайте колокольчик так вы не пропустите новые видео и поможете развиваться каналу ну и посмотрите что получилось по оценке ресурса практически 6000 километров на данном масле значит по нитрованию все неплохо 8 300 ну а по вязкости вообще 16 половиной то есть в данном автомобиле в данных условиях это масло около 6000 километров судя по показаниям приборов выдерживает такой для шестого ильсака энергосберегающего масла я думаю что не самый плохой показатель вот так в принципе в принципе плюс минус можно оценить я думаю с известной долей погрешности 6000 разделить на 25 и получим мото примерные моточасы данного масла ну понятно что здесь рассчитывать на какие-то высокие значения не приходится все-таки энергосберегающие такое достаточно облегченное масло но тем не менее кому производитель рекомендует данные масла как вариант можно хотя думаю сейчас это этот вариант не вариант стоимость скорее всего высокая я видел в описании к видео есть ссылка на надо на данное масло одной компании которая торгует питерской значит там стоимость 1450 или 60 рублей за литр ну вот и думайте за за эти деньги можно практически уже купить там не за литра 3 как он синтека я не знаю и отечественного ну вот получился такой тест благодарю еще раз юрия за предоставленные образцы за поддержку канала всех кто посмотрел данные видео благодарю за это желаю всем удачи и здоровья берегите себя и близких увидимся в следующих видео всем мира до чуть не забыл пока